Приветствую вас на канале Техревизор. Пользование монитором на 144 Гц после 60 Гц – это отдельный вид удовольствия. Первую неделю всё реально супер. Непривычно не то что играть, а даже просто браузер скроллить. Эти ощущения сложно описать, проще один раз увидеть, попробовать и тогда 60 Гц для ваших глаз превратятся в 30. Если вы это поняли и решили перейти на более плавный монитор, но теряетесь среди огромного выбора на рынке, этот рейтинг будет как раз к месту. Я подобрал пятёрку лучших моников на 144 Гц, которые выдают классное изображение для разных задач плюс адекватных денег стоят. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокол, чтобы не пропускать выход новых роликов. Усаживайтесь поудобнее, а я расскажу об участниках. Открывает мой топ HP X24C. Небольшой, изогнутый монитор диагональю 23,6 дюйма. Так что после прямого монитора на 60 Гц держитесь, ощущения будут совершенно нового уровня. Разрешение для такой диагонали отличное – 1920 на 1080. На расстоянии приблизительно 30-40 см пикселей видно не будет. Но главное – VA-матрица. Картинка получается чёткая, насыщенная. Да, на тестах есть слабенькие засветы, но нигде никаких битых пикселей и других артефактов. Чёрный цвет, чёрный, белый, белый. Ну, цветопередача для искусственного дизайнера, конечно, не вау, но это для искусственного дизайнера. Человеку, которому нужен монитор для игр, фильмов и других простых задач, хватит за глаза. Из дополнительных фишек для улучшения изображения есть FreeSync Premium для видеокарт от AMD и G-Sync для видеокарт от NVIDIA. Они нужны на случай разрыва кадров. В игре, когда видеокарта способна выдать, например, 80 FPS, а монитор обновляется 144 раза, случаются разрывы, неприятные для глаз. Эти две технологии просто подстраивают герцовку экрана под FPS, что выдаёт видеокарта. Поэтому при плавающих кадрах ваша картинка не будет мозолить глаза. Остальные нюансы вроде резкости, контрастности и прочего всегда можно настроить кнопками на самом мониторе. Из более удобного – регулировка по высоте. Подставка позволяет хоть на стол его опускать. Для подключения на задней панели есть HDMI и DisplayPort. А 144 Гц доступны сразу из коробки при подключении по HDMI. Есть аудиоджек для наушников. Ну и, пожалуй, это всё, что я хотел рассказать об этом мониторе. Четвёртое место занимает AOC G2490 VXA. Этот монитор тоже небольшой, диагональ составляет 23,8 дюйма. Ну и разрешение под такой размер, что надо – Full HD. Получается вроде обычный монитор для 2020 года, но уже с отличной плавностью в 144 Гц. За качество изображения отвечает матрица. Здесь она тоже типа VA. И вполне хорошая картинка получается. Выглядит ярко, сочно, чётко и без лишних искажений. После ТН так вообще по-другому смотреть на монитор будете. И, кстати, яркость в нём немного избыточна. Если выкрутить на максимум, то значение дойдёт до 350 кандел на квадратный метр. Не всем такое подойдёт, но это регулируется. Цветопередача просто хорошая. Никаких заоблачных результатов тесты не показали. Поэтому какому-нибудь дизайнеру или монтажёру будет сложновато держать уровень работ. Для этого нужен монитор вообще из другой лиги. За улучшение качества изображения отвечают те же FreeSync и G-Sync. Их функцию вы уже знаете. Но здесь добавляется ещё и Flicker Free. Он отвечает за снижение усталости, раздражение и сухости ваших глаз. Картинка на мониторе мерцает и плохо влияет на зрение. Из-за чего и голова может болеть, и глаза. А чтобы этого избежать, создали Flicker Free. Во внешней части из удобств есть встроенные динамики мощностью по 2 Вт. Не скажу, что обойтись можно без колонок, но на первое время их хватит. Из разъёмов всё банально – один HDMI, один дисплейпорт и миниджек на 3,5 мм. Ножка, к сожалению, никак не позволяет регулировать монитор. Тройку лидеров открывает Samsung Odyssey G3. Этот монитор более гибкий, его можно даже на 90 градусов поворачивать. Ну и про регулировку по высоте не забыли. В общем, поудобнее будет. Благодаря тонкой ножке он занимает очень мало места на столе. Прошлые два участника, хоть и не громоздкие, но какую-то часть места заберут. По характеристикам же этот монитор не особо отличается от прошлых. Но в 2021-2022 годах у Samsung линейка Odyssey пользуется особенной популярностью на рынке. А против рынка, как говорится, не попрёшь. Значит, в каких-то моментах он будет лучше. Давайте расскажу. Диагональ составляет 24 дюйма, разрешение – 1920 на 1080 пикселей, и тип матрицы тот же VA. Но этот монитор лучше всех прошёл тест на UFO, гостинг и передачу цветов среди конкурентов за эту цену с VA-матрицами. Поэтому здесь изображение будет получше для дизайнеров, монтажёров и всех остальных, кто работает с цветами. Для геймера же толком никакой разницы не будет. Хорошая передача чёрного, без убогих засветов и битых пикселей. Хотя для игроков скорее важны 144 Гц. Поэтому не буду на этом зацикливаться. Перед выводом с изображением работают уже известные вам технологии. Поэтому и тут распинаться не буду. По разъёмам и внешнему виду рассказать особо нечего. Тот же HDMI, тот же DisplayPort и MiniJack. Никаких дополнительных фишек нет. Поэтому давайте перейдём к участнику поинтереснее. На втором месте расположился LG 27GN650B. Диагональ составляет 27 дюймов. Разрешение, конечно, привычное не для всех. Если до этого человек пользовался 2К-монитором на 27 дюймов и 60 Гц, то придётся привыкать к пикселям. Но если вы такого опыта не имели, то и прикопаться вам будет не к чему. Если только специально не будете на минимальном расстоянии считать RGB квадратики. Но главное, здесь стоит IPS-матрица. Поэтому ненавистникам VA прошу любить и жаловать. И всё вместе выдаёт классную картинку как в играх, так и в профессиональных задачах. Хотя скорее это подойдёт для спецов начинающего уровня. А сеньёров будет сложнее удовлетворить изображением. Но всё же цветопередачу не похвалить нельзя. Чётко передаёт цвета и изображение в целом. Здесь никакой боли для начинающего не будет, а для геймера и подавно. Классная картинка на большом мониторе в 144 FPS. Для большего удовольствия нужны только наушники с хорошим шумодавом и басами. Кстати, у нас припасён отдельный рейтинг, который поможет выбрать лучшие игровые наушники в 2022 году, исходя из своего бюджета и желаемых характеристик. Дальше хотел бы рассказать о фишках монитора, но долго говорить не придётся. Из нового есть только HDR. Но работает он прям как надо. Качественно высветляет участки в играх, реально улучшая картинку для глаза. Вот на этом, собственно, и всё. По внешней части добавлю, что есть HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 и миниджек. Регулировать монитор можно по высоте и поворачивать на 90 градусов. Лидером рейтинга стал Acer Nitro VG271 UPB Mi IPX. Вот мы и добрались до лучшего, по моему мнению, монитора на 144 Гц. Просто посмотрите, какой он изящный. Представьте, насколько приятно на нём играть или смотреть фильмы, а особенно работать. И тем более, что на 27 дюймов здесь уже приходится 2К-разрешение, ещё и 144 Гц. За такую цену это просто бомбическое решение, о котором невозможно пожалеть после первого включения монитора. IPS-матрица выводит шикарное изображение без единого артефакта. Да и цвета передаются так, что даже профессиональный монтажёр задумается над покупкой. Ведь реально ничего не мешает, всё передаётся так, как нужно специалисту по своей профессии. А геймеру особое удовольствие доставит HDR, так как он отрабатывает на 100%, не заставляя отвлекаться в процессе на какую-то чепуху. Да и глазам сильно приятнее будет. А с флигер, фри, джейсинг и фрисинг, так тем более. Этот монитор не имеет такого функционала, как прошлый. Но и стоит он ни много ни мало на 4-5 тысяч дешевле. На первое место я поставил его благодаря лучшей передаче изображения. И 2К-разрешению, с которыми 144 Гц будет отлично сочетаться, нежели чем просто с Full HD. Но если вам так хочется крутить-вертеть монитор, то можно докупить кронштейн и закрепить его с помощью веса. Поэтому можно доработать под себя. Как по мне, этот Acer Nitro универсальный и лучший вариант за свою цену как для геймера, так и для дизайнера, монтажёра и любого, кто работает с тонкостями оттенков и цветов. На этом мой топ подошёл к концу. Подписывайтесь на канал, ставьте большие пальцы вверх. А также не забывайте включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых рейтингах и обзорах техники. И стоимость всех моделей можете посмотреть по ссылкам, оставленным в описании. А с вами была команда канала Техревизор.